Да, привет, привет. Слушай, я так рад, что ты пошел на встречу и сыграешь нам 5 минут, как мы тебя просили. Ты сыграешь, а вот потом мы там посмотрим. Ну, конечно, все будут рады, что у нас такое сотрудничество получилось и так далее. А потом мы тебя попросим в следующий раз, ты нам дождь и сыграешь. А сейчас только 5 минут, хорошо? С удовольствием, с удовольствием. Давай. Давай. Вот моя любимая, ненаглядная скрипка. Ух ты. Это, конечно, скрипка Страдивари, нет? А, это еще лучше, это неизвестно кто. О, вот она, молодец. Вот чувство юмора, это очень классно. Давай. Но не моложе, между прочим, ей 300 лет подтвержденных. Так что, кто знает, может быть, и Страдивари. Нет, конечно, не Страдивари. Нет, ну 300 лет – это серьезно. Да, это серьезно. Вот потом, если можно, с удовольствием познакомлю, расскажу. Конечно, конечно, будет интересно всем. 300 лет – это же не шутка. Да. Если можно, я сниму наушник, какой-то времени буду вас слышать, а то запутаюсь и упаду. Давай. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну надо сделать браво, да браво, я сделаю браво, но я тебе хочу задать вопрос. Я сидел в диком напряжении, потому что у меня там тетенька заколебала, слушай, у нее там дочка больная, она мне там звонит из Красноярска. Я с ней только сейчас разговаривал, а вот через 10 минут мне надо один выпуск сделать. Ну там на видео, там серьезный выпуск о создании науки о человечности и так далее. И в этот момент, поскольку мы договорились обязательно, что ты сыграешь и всех порадуешь, и вот выразишь. И в этот момент мне надо сесть. Я никак не могу сосредоточиться, понимаешь? И вот возникает ситуация. Я сижу и думаю, ну что такое, елки-палки, ну что за такая вот, ну ой, елки. А мне бы в этот момент хотелось бы, например, чтобы ты сыграл совсем другое. Ну там такое бойкое такое, которое сразу включает, понимаешь? Я тебе хочу сказать, слушай, может в этом все дело. Потому что я, конечно, из вежливости сижу и пытаюсь внутри себя перенастроиться, настроиться, чтобы, ну, принято по шаблону, что надо внимательно слушать и так далее, а потом похлопать и так далее. И вот тут возникает странная ситуация. Может поэтому молодежь уходит от классики? Может поэтому? Может быть нам надо с тобой продумать механизм такой, как бы это сделать? Ну вот скажи мне, есть у тебя какая-нибудь сейчас какая-то вещь еще на одну-две минуты, не больше, только не больше? Потому что это тяжело слушать, понимаешь? Потому что у меня голова разрывается проблемами, у меня полно там забот, времени мало, понимаешь? У тебя есть какая-нибудь вещь на одну минуту, на полторы минуты? Ну такая бойкая такая, ритмичная такая, узнаваемая такая, вот, чтобы легко было сразу вникнуть, нет? Ну, это очень сложный вопрос, потому что даже у Моцарта в детской пьеске, которая там идет полминутки, там 28 разных тем. Ну ты можешь ее сыграть? Мы посмотрим, что это такое? Она для фортепиано. Я ее сейчас не сыграю никак, у меня даже фортепиано нет. Я могу наиграть, просто мне сейчас много в работе. Вот таких вот завершенных произведений сейчас, к сожалению, не хватает времени держать в руках. Просто, ну на минутку, есть у тебя какая-нибудь такая вот более такая вот экспрессивная, динамичная, такая яркая, чтобы, вот, ну, по крайней мере, я знаю абсолютно точно, абсолютно точно. У нас сидят много и женщин, и мужчин, и вот там женщины, они же более проникают в это. Они, наверное, там некоторые из них вот сейчас много раздражаются, потому что они наоборот настроились слушать, и сидят, и там находятся в нервании, понимаешь? А я тут начинаю мозги все взрывать. Ну вот, тут все зависит от того, кто как настроит. И поэтому ты можешь что-нибудь такое, ну, что тебе на ум приходит, вот такое, только одну минутку, ну, что-нибудь такое поэнергичнее. Да, ты знаешь, я психологически сейчас всех готовлю к тому, что мы с тобой вот в этой теме общаясь разрабатываем механизм включения. Потом в следующий раз. Мы раз уж поговорим, а потом ты только возьмешь скрипку, а все так, а-а-а. Давай, давай. Сейчас попробую. Скрипку одну минуту сыграй. Алло. Да, только я, да, да, я слушаю. Андрюша, ты не обращай внимания, давай, давай. Я слушаю. Нет, нет, я сейчас очень занятый, у нас запись идет, через 15 минут, пожалуйста. Так. Чтобы включить. Да. Тогда не целиком. Да, 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 как ты хочешь. Ура! Г earlier! Г, ranker! Г, ranker! Г, ranker! Г, ranker! Й, рísimo! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот там, где вообще, вот там, вот как дрова распиливают, вообще. Ну, резонируешь с моим мозгом, у которого все взрывается, а ты срезонируешь. Что-нибудь еще, 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 Байчеев. Сейчас попробую. Кстати говоря, из того же произведения кусочек. КОНЕЦ Ух ты, вот я чуть прямо, вот как говорится, не сомлел, чуть не сомлел. А теперь еще две минуточки. После того, как ты вот так вызвал вот такое, вот такое, вот совпал, совпал. Ну, по крайней мере, с моими взрывающимися боскалами совпал. Я теперь немножко успокоился. А теперь дай вот это вот с самого начала, что ты делаешь. Тогда еще один кусочек сыграет другого произведения. Ну, давай. Который я сейчас просто влюблен. Давай. Я его не доучил, поэтому сыграю, но только я смогу. Не поделиться с вами не могу. КОНЕЦ КОНЕЦ Андрюша, Андрюша, огромное тебе спасибо. Ты уж извини меня, родной, что я вот так тебя мучил. Но мы как раз должны с тобой придумать механизм, как за несколько секунд включать аудиторию, даже людей, которые вообще не умеют слушать классическую музыку, особенно молодые совсем, которые привыкли рок, а мы это... Как их включать, чтобы... Вот мы придумаем с тобой механизм. Ты можешь в следующий раз еще раз выйти ко мне? Можешь? Мы с тобой договоримся через пару дней. Немножко пофилософствуем о механизмах, как работает мозг. Я тебя попрошу еще раз сыграть. И кто-то из наших участников школы Человек-больших, Омофутурус, сейчас уже напишут свои мнения, вопросы, тебе подготовят к следующей встрече. И мы уже в следующей встрече... Друзья, пожалуйста, пишите все вопросы, которые хотите. Вопросы, вопросы, вопросы. Чем больше вопросов, тем больше наш Андрей будет отвечать, как специалист в своей области, который влюблен в свою музыку. И вот это называется... У него есть смысл жизни. Я правильно говорю? Когда он играет, он живет. Вот оно. Вот вы соприкасаетесь с человеком, у которого есть смысл жизни. Давайте, друзья, пишите, пишите ему вопросы. Спасибо тебе. Я тебя обнимаю. До встречи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.